друзья всем привет ставьте лайки подписывайтесь нажимайте колокольчик в этом видео речь пойдет о сабельной пиле вот у меня вот такой вариант от такого производителя она аккумулятор на данном видео хочу рассказать о некоторых особенностях вот этой пилы и о некоторых отличиях от лобзика потому что вот эту пилу частенько сравнивают с лобзиком вот у меня заготовлен здесь лобзик правда он проводной не аккумуляторные еще такая модель старенькая но надежно gst 75 мы тоже от этого же производителя и вот давайте посмотрим какие есть отличия у этих инструментов начнем с сабельной пилы она достаточно компактная достаточно маневренная достаточно мобильная она аккумуляторная нее есть быстрая замена пильных полотен пильные полотна отличаются от лобзиковых своим посадочным местом но здесь похожая зато система фиксации полотен называется sds то есть рукой так отщелкиваете здесь тоже самое вот в лобзике смотрите сейчас тут стеклышко и защитная здесь никакой защиты нет зато здесь есть подсветка петя она срабатывает при легком нажатии на курок без движения пилки если сильнее нажать пилка начинает двигаться чем сильнее вы нажимаете на курок тем мощнее она пилит можно слабенько нажимать а можно сильно я считаю вот этот инструмент он как бы наравне с шуруповертами то есть очень полезная металлярки в плотницких работах подпилить где-то там при установке дверей окон мебель где-то что-то подпилить распилить быстро и мобильно вот самая-самая тема лобзик он более массивный больше приспособлен для пиления по поверхности хотя у лобзика бывают и тоже ссылки достаточно длинная устанавливается вот здесь тоже через эту систему быстро вот так защелкиванием в направляющие ролик она укладывается лобзиковой пилой можно себе вообразить аналогию с сабельной вот смотри то есть тоже можно где-то подлез я сейчас вот покажу здесь примеры вот тут я расчертил и покажу как пили лобзик и как пилит пила или наоборот вот как пила или как лобзик в данной пилы нет обдува зато есть подсветка есть блокировка курка есть индикация заряда батареи батареи хватает ну на очень много я не думаю что кому-то на установках дверей окон там плинтусов надо будет делать 50 резов 100 резов там да вот такой вот пилой ну максимум на 10 резов это будет у вас за весь рабочий день и у вас не потратится эта батарея аккумулятор комплекте идет два аккумулятора рой всегда на подхвате а у этого инструмента есть обдув здесь и заслонка позволяющая не обдувать и обдувать когда обдув происходит вот здесь вот выдувается и опилки здесь нет подсветки зато есть вот такое защитное стеклышко достаточно хрупкая я не понимаю правда зачем вот на профессиональном инструменте делают вот такие хрупкие вещи плюс она потеряет многих мастеров она теряется у меня она слава богу живет еще также есть блокировка клавиши и фиксация клавиши можно не давить клавишу а просто вести лобзик сейчас прежде чем посмотрим вот забыл сказать смотрите в данных инструментах разные есть вот полотна да вот на сабельную пилу вот есть по металлу такие полотна на лобзик идут вот такие полотна вот с такой посадкой пилки бывают разные лобзика металл алюминий древесина также есть полотна с крупным зубом на сабельную пилу вот смотрите мельче зуб есть есть вот такой вот прям вообще крокодил конкретный это для веток очень полезно использовать применять на сабельной пиле где-нибудь на даче что-либо подпилить какие-нибудь доски все это быстро меняется смотрите какая она становится длиннющая но сейчас я вам продемонстрирую какие отличия непосредственно в эксплуатации буду распиливать дсп вот такой вот пилкой самый оптимальный вариант вот с небольшим мелким зубом а стандартная комплектация ее вполне хватает вот на толщину разных мебельных деталей в плотницких тоже работах вот эта длина самый оптимальный вариант ну а потом возьму вот такую вот пилочку установлю вот сюда в лобзик здесь есть ролик направляющие и у подошвы есть регулировка наклона там шкала вот она вот этот шестигранник откручивается и подошва наклоняется это чтоб с наклоном пилить но это редко применяется в основном прямой запил делается друзья давайте сейчас посмотрим я вам сейчас покажу как напилить кнопка не срабатывает пока не отстегнешь защитную клавишу слегка нажать кнопку прицелиться на линию расчерченную и начать потихонечку пилить можно быстро это сделать вот вы сейчас увидели как пропиливает этот инструмент а теперь сравним лобзик лобзик он уже достаточно массивный не настолько приспособлен к мобильности как приспособлена вот это вот сабельная пила я не нахваливаю сами инструменты я просто говорю что это удобство для мастера где-то подлезть быстро не разматывать вот этот шнур кстати сабельные пилы бывают и шнуровые тоже вот смотрите лобзиком можно пилить только получается от себя плюс у лобзика нет подсветки но зато есть обдув опилок вот в патрубке так работает лобзик вот этим лобзик какие-то делаю определенная работа этой пилой делают совершенно другие работает вот такой вот распил вот собственно говоря и все отличия этих инструментов решайте для себя сами нужно она вам не нужно я столкнулся с тем что это необходимо друзья прошу снова меня извинить за мои файлы корявость моей дикции за корявость видео если вам не понравилось ставьте дизлайк если вам понравилось подписывайтесь нажимайте колокольчик пишите комментарии все обсудим всегда взаимка пока пока